Телефон номер говорите. Куда? На улице какая? Это Атамановка, да? Сохранять спокойствие и максимально быстро анализировать поступающую информацию. Даже если на том конце провода началась паника. Бригады скорой помощи выезжают по адресам до 500 раз в сутки. Схемы с экстренными и неотложными случаями отработаны до автоматизма. Однако количество выездов к больным с подозрением на ковид увеличилось втрое. Если за прошлую неделю их было около 30-40, то сегодня доходит до 100-110 за смену. Есть две категории вызовов. Это экстренные и неотложные. Экстренные вызова – это там, где непосредственная угроза жизни. И неотложные – там, где всё-таки жизни ничего не угрожает. Это, как правило, обострение всяких хронических заболеваний. Плюс вот это вот то, что сейчас мы переживаем – подъём, количество больных с ОРВИ. Естественно, в первую очередь бригады будут отправлены на вызова экстренные. А потом уже при отсутствии вызовов в экстренной форме мы обслуживаем вот эту вот категорию. Особая категория – дети. Звонки в скорую раздаются, когда у родителей уже не получается самостоятельно сбить высокую температуру. Ребёнка душит кашель или не останавливает СРВОТа. Справляться приходится и с удорожным синдромом. Нагрузка возрастает кратно, обычно ближе к ночи. На вызове мы, во-первых, если высокая температура ребёнка, мы ребёнку ставим литическую смесь, делаем физические методы охлаждения, рассказываем мамам, что нужно сделать. Если нуждается ребёнок в госпитализации, значит, мы его госпитализируем. Чаще всего госпитализируем в детскую инфекционную больницу, потому что в настоящее время она единственная больница, которая работает по этому заболеванию. И если ребёнок постарше, мы можем назначить лечение и сказать маме, что делать, а на завтра, чтобы они вызвали участкового врача на дом. Показанием для вызова в сегодняшней ковидной действительности остаётся температура выше 38, которая держится несколько дней. Нарастающая одышка и нехватка воздуха. Обратиться за консультативной помощью можно в единую службу 122. Операторы соориентируют по ближайшей записи на приём. Вызови врача на дом, ответят на вопросы по вакцинации, реабилитации, лекарствам и больничным. Все экстренные звонки будут тут же переведены сюда, в скорую медицинскую помощь. Анастасия Рыжова, Антон Носов, РТК Забайкалья.